привет я свекла арта сегодня в планах у меня заполнить еще одну страничку моего самодельного блокнота книги акварелей обираться будут на это фото хочу выполнить такой пейзажик простенький карандашных линий предварительных минимум создаю поскольку прорисовок никаких нет отмечаю только линию горизонта и в общем то намечают там либо дорогу либо речка такое еще не решила что я буду изображать конкретно все больше карандашом ничего сделать не буду и сразу приступлю к работе с акварелью для начала я выполню первоначально заливку она будет уходить от неба к траве для этого возьму возьму кисточку немаленькую нужно взять покрупнее даже и будет заливку выполнять удобнее цветов я буду использовать опять минимум если вы заметили в последнее время я рисую вообще очень в ограниченных цветах ограниченной палитрой в роли палитры где смешиваю краски у меня выступает обыкновенная маленькая блюдечка то есть когда цветов немного его вполне достаточно для неба я беру ультрамарин и так как небо немножечко сероватое я буду его смешивать с желтой из такой оранжево-красный у меня это оранжевый цвет он ближе к красному получается сероватый оттенок его вот буду сейчас регулировать либо он пойдет в сторону синего либо он пойдет в сторону желтого ближе горизонт ближе к левой части работы и потом также плавно он перейдет в саму поляну цвета цвета у меня должно быть на палитре много потому что заливка будет выполняться по-сухому и должно быть достаточно много воды и достаточно много краски можно попробовать сделать какие-то неровности на небе вроде как облака можно добавить воды можно промакивать можно протирать но тут уже тут наверное акварель сама подскажет что и где будет как она потечет куда где водичкой и куда вытеснит добавляю еще больше оранжевого желтого чтобы в левой части было небо ближе к желтоватому а не к синему нужно попробовать промокнуть салфетка именно на этой бумаге не очень удается такой эффект хотя вполне можно его применить пока бумага еще влажная можно добавить еще цвета вверху но так как у меня это целлюлоза и тахани мили бумага сохнет на достаточно быстро поэтому работать надо быстро это еще вверху она влажная поэтому я могу затемнить слегка небо добавить такие эффекты что все-таки неровное чистое небо гладь такая небесная а все-таки есть какие-то облака тут же навожу зелененького зеленые это смесь зеленого original green и моих цветов на палитре то есть там и синий присутствует и желтый присутствует и чуть оранжевого сейчас я показываю на горизонте листву вдалеке и перехожу на поляну потому что на моем пейзаже нет четкого разделения неба и поляна все такое солнечное все такое перетекающие одно в другое и цвета должны также перетекать поляна она тоже опять же неровная заливка идет где-то есть более затемненные места где-то есть светлые места поэтому я не делаю ее очень однородной и сразу же показываю на горизонте опять же какую-то растительность пока мокрая бумага все это у меня растекается и создается эффект что вдалеке без четких прорисовок у меня есть растущие кустарники деревья пока опять же влажная бумага отжатой чистой кистью я эту мою дорогу протерла и нанесу такую слегка фиолетовый цвет синенький плюс розовый очень очень деликатно потому что она очень светлая должна быть в итоге светлее чем остальное все первый слой очень весь размытый расплывчатый может где-то непонятный то он и первый слой вторым слоем после высыхания этого я уж буду уточнять детали зеленый плюс индика показываю вдалеке деревья но опять же они должны быть все таки прозрачным цвет поскольку это не передний план а дальний план поэтому моя влажность бумаги еще не просохшей а также достаточное содержание воды в краске дает этот эффект что деревья мы прописываем на заднем плане а в общем то и все первый слой готов это уже видите по более высушим условия побежала не очень красиво краска вторым слоем поэтому я его где почти хавала и после полного просыхания то есть я буду дала высохнуть полностью первый слой я начинаю работать вторым слоем указывая более четкие какие-то детали и передний план для этого мне понадобятся оттенки зеленоватые уходящий в сторону оранжевого и уходящий в сторону голубого синего такого то есть там где у меня солнышко там где у меня светлая оранжевая часть неба там будут оттенки по большей части оранжеватой то есть я смешиваю желтую зеленую чуть может быть синей а там где у меня небо более синяя там будут деревья в основном синий зеленый вот это надо помнить еще главное помнить о том что чем дальше от нас объекты тем они более светлые и расплывчатые чем они к нам ближе тем цвет становится более насыщенным более темным они границы становятся более четким и теперь примусь изображение сухого дерева которое стоит ближе к нам переднем плане получается практически для этого использую сепию и тоненькие колоночек кисточку такой неровный ствол я пытаюсь передать к низу он должен быть более толстым к веточкам уходить более тоненькими линиями и 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 осталось проработать справа зеленые деревья там два дерева они такие большие объемные поэтому можно уже более четко прорисовать по сухую мух листву как и размывая рисую я их использую зеленый индиго то есть здесь они как раз таки в сторону синего больше ушли но двигаясь ближе к левой части рисунка они становятся более теплыми то есть там преобладают все-таки зеленые может даже чуточку оранжевого стволы можно кое-где прямо четкими линиями показать также затемнить место под дорогой место на горизонте добавить таких полупрозрачных и более темных пятен уточнив этим самым линиям горизонта я кину взглядом работу я понимаю что не хватает движения на ней не хватает некоторой живости в интернете нашла фотографию с идущими людьми и опираясь на неё я хочу попробовать изобразить парочку силуэтов в переднем плане миниатюрных бегущих или идущих по поляне вот теперь на этом акварель можно считать завершенной получилась такая миниатюрка с пейзажем и и идущими по поляне людьми вдохновение успешного творчества